Продолжение следует... Когда человек меняется. Да, приходилось. Давайте с вами начнем с рассказа о самой группе. Путь ко Христу – это путь к добру любви, к немеркнущему свету. Это название группы «Помощь родственникам людей, страдающих от зависимости, которые вы курируете». Давайте поговорим о том смысле, который вы вкладывали в это название. Это нам название придумал отец Андрей Ремешонок. И это название нам очень понравилось. Я откладываю это название «Какой смысл?». То есть через боль, через страдания люди приходят к осознанности, к принятию ситуации, в которой они оказались, и к благодарению Господа. За ту ситуацию, которая их привела на этот путь. Отвлекла от мира, от его забав, от его суеты, а именно привела на путь служения Господу, познания его. Мы сейчас говорим с вами о проблеме людей, которые страдают с зависимостью, и мы говорим о людях, о их близких. Мы говорим об их близких, то есть мир этим ближе. Потому что я человек, но тоже в какой-то степени зависимый, зависимый от отношений, от любви к близким, скажем так. Это одна из форм тоже зависимости, если она уже превращается в какую-то одержимость. Ну да, я тоже читал, что мы должны быть зависимы только от Бога. Ну, в идеале. А все остальное... А почему через страдания? Ну, наше поколение, как правило, Бога мы искали. Но, к сожалению, было мало информации. Кто-то вырос, конечно, в семьях верующих, там было проще. А те, кто в атеистических семьях рос, было сложно. И вот этот вот наш путь, то есть к Богу большинство из нас пришли именно через страдания. То есть, когда случается беда самым близким для тебя, человеком, тогда, и когда ты своими силами уже бессилен что-то изменить, тогда, конечно, от бессилия мы обращаемся к Господу. И тогда, когда приходит помощь, когда приходит отзыв, тогда ты понимаешь, что он рядом, и тогда приходит настоящая вера. Вы сейчас говорите, скорее всего, о женщинах, да? В основном, у женщины. До конца, как правило, борются женщины за своих близких. Часто приходят в семьи, муж и жена. Муж видит, что жена попала в хорошую обстановку, где ее ничему плохому не научат, где ее выведут из состояния депрессии, уныния, когда она начинает приобретать какие-то уже черты здравомыслия, потому что часто женщины от боли, от того горя, которое на них, особенно когда это касается болезни детей, наркомании, например, они начинают очень сильно болеть душевно, переживать, теряют и вес, и теряют сон, и как бы в таком состоянии иногда находятся годами. И вот когда муж приводит и видит, что у жены появилась какая-то надежда, какое-то здравомыслие, и когда мужчины получают подтверждение своему поведению, такому более решительному в отношении болезни, они тогда спокойно оставляют своих жен и уже ждут результата, скажем так. Собственного? Ну, прежде всего, жены, потому что, как правило, мужчин приводит та боль, которую испытывает и его жена. Мужчины более здравомысляще относятся ко всему этому, к той проблеме, которая на них сваливается, особенно если это касается детей, алкоголизм, наркомании. А если это сваливается на него самого? В смысле зависимость? Да, да, да. То есть, смотрите, ситуация, жена приходит с мужем, жена созависимая, муж зависимый. Да, такие были ситуации? Да, 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 такие тоже есть ситуации. Ну, мы какое-то время проводили совместные такие занятия даже. Потом как-то муж, если не созрел, опять же, он приводит жену для того, в надежде, что она от него, что называется, отцепится. Отцепится? Может быть, приводит или все-таки отцепится? Нет, все-таки отцепится, потому что если мужчина осознает, что у него есть проблема, то он идет, ее решает сам. А если он не осознает этой проблемы, то он куда-то идет с женой, где вылечит ее, скажем так. И часто матери приходят, допустим, когда их употребляют какие-нибудь химические вещества, а дети, они приходят не для того, чтобы самим измениться, а для того, чтобы как найти ту кнопочку, на которую можно нажать, чтобы дети изменились. Ну, давайте поговорим с вами по поводу того, чем является эта кнопочка тогда. Кнопочка, ну, это, во-первых, отделение себя от близкого. В каком смысле? Можно молиться, нельзя его, о нем плохо думать, нужно только с любовью, с надеждой, но при этом отделить своего близкого от болезни, не поддерживать, не подпитывать болезнь, но при этом любить, любить своего близкого. Вот это вот самое главное – это отделить. Отделить себя от болящего, а болящего от его болезни. Этот человек, который сам измучился уже этой болезнью, ну, для того, чтобы от нее избавиться, нужно очень много сил. Как правило, этих сил у человека недостаточно. Более того, это же она не возникает на пустом месте, болезнь. То есть она помогает человеку каким-то образом справляться с его проблемами, скажем так, проблемами и психологическими, и социальными, и душевными. Ну, и где-то, может быть, даже и духовными. То есть отсутствие духовными – я имею в виду отсутствие смысла жизни. Поэтому болезнь ее нельзя вытравить. То есть для того, чтобы она ушла, человек должен полностью изнутри преобразиться. То есть он должен обрести смысл жизни. Он должен научиться жить в этом мире здоровым образом. То есть вот в этом происходе… Но это такой путь очень длинный. Считается вообще, сколько времени ушло на то, пока человек, вот от момента, допустим, если это алкоголик, выпитый первой рюмки и увлеченность алкоголем, то есть когда первая рюмка сняла какое-то напряжение, ему стало легко общаться, и вот до момента его хотя бы осознания и начала выздоровления, ему столько же времени нужно для того, чтобы он опять выстроил свою личность. То есть если человек употребляет какие-то вещества в 10 лет, то 10 лет нужно для того, чтобы он был? Ну да, где-то так. Потому что здесь даже если человек приходит к Богу, то есть это появляется смысл. Но смысл он как бы то появляется, то теряется. И кроме смысла есть еще привычка. То есть как только человек попадает в какую-то знакомую ситуацию, даже если ему надоел алкоголь, наркотики, и он всем говорит своим близким, что все, больше не хочу, на самом деле он не знает другого способа, как решать вот эти возлоподневные проблемы. Проблемы в социуме, психологические. Поэтому здесь как бы надо пошагово, ну день за днем, шаг за шагом, человеку себя менять, научиться себя чувствовать, научиться понимать, что с ним происходит, научиться переключаться вот со старых схем на новые. Для того, чтобы эти привычки сформировались, на это нужно время. То есть это помимо и духовной проблемы, я говорю, которая по обретению смысла жизни и пониманию, зачем вообще мы существуем, живем, да. То есть еще очень большой такой вот пласт именно изменения своих убеждений, привычек, научиться социализации, умение общаться, не бояться людей. И самое главное – это преодоление своих… другой способ преодоления своих страхов. Вообще все сводится вот к этому. И те же созависимыми становятся люди тогда, когда, допустим, в семье потенциально мы все созависимые. Но это превращается в болезнь, в такую выдержимость, в манию, тогда, когда близкий человек начинает болеть какой-то такой болезнью смертельной, скажем, какой-нибудь является также и наркомания, и алкоголизм. То есть тогда появляется, допустим, у матери больше всего, поскольку у него сильно разный материнский инстинкт, страх за жизнь своего близкого. И этот страх ее лишает здравомыслия. Включается с одной стороны контроль, с другой стороны жалость к себе, с третьей стороны она начинает спасать. То есть вот это вот обретение здравомыслия, обретение смысла жизни, вот это вот две основных составляющих. То есть надо уметь остановиться. Но для этого нужны силы. То есть самому человеку это невозможно. Поэтому вот группы, они очень сильно помогают. Потому что всегда человек приходит, он слышит другие истории, он слышит опыт побед, и он слышит то, что это не случается сразу, а это нужно вытягивать себя постепенно, и он получает силу, какую-то вот такую соборную, такую молитвенную и поддержку дружескую. Потому что здесь собираются люди, которые все прошли честную беду, и даже советы этих людей будут не такие неповертостные, а такие, которые выстраданы их собственным опытом. И вот выход этот, он в том, чтобы, когда человек должен сознать ответственность за свою жизнь, перестать контролировать жизнь других людей. Тут вот очень важно доверие Господу. Понимать, что все мы ходим, как говорится, под Богом, и Господь также промышляет о наших детях, как и о нас, или о наших мужьях, как и о нас. Они боятся, когда наш близкий, попадая в какую-то беду, начинает нести ответственность за свои поступки. Потому что вот тоже вина, ну не вина, а ошибка созависимых людей, то есть людей близких к тем, кто употребляет какие-то вещества, то, что они начинают своих близких спасать. Спасать в каком смысле? То есть вытягивать из каких-то ситуаций, там кредитных, допустим, когда очень много, особенно наркоман, очень много берут, игроманы, наркоманы, очень много берут всякими обманными путями кредиты, и вот родители начинают за них выплачивать. Может ли человек, выкрепляя в состоянии, найти вот эти все ориентиры без Бога? Или все-таки без веры? Без Бога люди выкарабкиваются, но это все, это называется сухой запой, ненадолго, то есть потому что смысла жизни все-таки нету, и человек все равно, то есть как-то он понимает свою болезнь, он живет механически, он учится контролировать свою страсть, но смысла жизни человек не приобретает, потому что очень часто основой болезни является то, что человек не понимает, ради чего он живет, смысл жизни. В чем тут заключается жесткость, вернее твердость? Она не в том, чтобы выгнать зависимого человека, а в том, чтобы им сказать, я люблю тебя, но я не люблю твою болезнь. Вот дом, где тебя любят, но сюда ты можешь приходить только трезвым. Если ты взрослый человек, принимаешь решение, выбираешь не семью, а выбираешь свою зависимость, свою страсть, то ты можешь пойти, ну, как правило, еще на первых стадиях еще работают люди, ты можешь пойти, снять комнату, снять квартиру и жить так, как тебе хочется. То есть предоставить человеку выбор, но чтобы в дом он возвращался, только трезвым, потому что годами иногда живут семьи, жена и муж, муж употребляет, и в церкви ей говорят, нужно терпеть, это твой крест. На самом деле в семье растут дети, которые все это видят, и они уже с детства покалечены, душевно и духовно, и социально, психологически, растая в таком кошмаре. Тут честнее как-то так решить вопрос. Ну, молиться продолжать, но человек, пока человек не сделает сам выбор в пользу его выздоровления и не начнет что-то делать в этом смысле, ничего не получится, а родственники просто должны дару ему свою любовь, надежду на его выздоровление. Они должны ему помочь найти силы на это, потому что с этим грехом бороться очень сложно. Человек должен выбрать сам, или он выздоравливает, или он падает. А близкие только могут его поддержать и жестко определить свое нежелание участвовать в его грехе, в его зависимости. А если человек будет обвинять, говорить, что ты такая верующая, можешь тебе помоги, ну, не знаю, ну, как бы... Так а в чем помощь? Можно спросить, а в чем ты хочешь? В чем ты хочешь увидеть мою помощь? Нужно диалог строить. Всегда нужно строить диалог. Правильно. Ну, как правило, тут всегда эта схема, она очень странная. Всегда зависимость о зависимой, то есть они находят такие грани, это ключ и замочек. То есть и там очень много манипуляций. То есть и вот один из выходов из этой болезни, зависимость о зависимости, это научиться честно общаться друг с другом. То есть честность. Потому что в этих отношениях очень много манипуляций. Манипуляция любовью, манипуляция заботы, как с одной, так с другой стороны. Поэтому кто-то в этом безумии должен остановиться и сказать, я больше так жить не хочу. Для этого, конечно, человеку нужна поддержка. То есть сам он из этого не выкарабкается. То есть вот для этого группы, церковь, ну, то есть какая-то община, где человек будет черпать силы для того, чтобы устоять. Если человек приходит, всю жизнь употреблял какие-то вещества, и все мысли не восходятся именно к чему-то такому. Ну, снова же, снова же возвращается под поднакатами. Как с ним начать говорить о пути спасения? Готов ли он в этот момент кого-то услышать? Готов. Я была со стороны властелия 4 года. 2 года я ходила в 21-е отделение алкогольное и 2 года наркологическое. Если бы мы не видели такие вот случаи, исцеления, изменения, то, конечно, бы мы и не ходили сестры милосердия туда. Я видела, у меня есть опыт. Есть опыт такого преображения человека. Однажды мы с одним молодым, молодым человеком, но не совсем молодым, долго разговаривали. Это человек, который имеет должность, отвечает за людей, но при этом есть зависимость, которую он вынужден скрывать и постоянно как-то подвечиваться. И это его очень угнетало, мучило, но он при этом не видел надежды. Он очень много уже лет боролся с этим недугом. И помню, мы с ним сидели в наркологическом отделении долго, где-то полчаса или час мы с ним разговаривали. И в какой-то момент я уже увидела, вот в его глазах появился блеск надежды. И вот тогда вот я поняла, что, наверное, все-таки шансы есть. То есть какая-то вот у него искорка веры. Главное в человеке, чтобы появилась надежда. Тогда у него появятся какие-то силы. Преображение Господне. Вот что в этот праздник значит в вашей жизни? Один из таких самых светлых церковных праздников. То есть праздник, который дает надежду, надежду на исцеление души нашей, на то, что мы сможем преодолеть все трудности, преобразиться. Преобразиться в смысле даже не жизнь свою преобразить, о своем внутреннем состоянии. То есть чтобы наша жизнь всегда была повернута Господу. Чтобы было доверие. И чтобы мы все опыты жизни, которые нам приходится пройти, чтобы мы их воспринимали именно как опыты. С благодарностью. Ну и для меня я вижу глаза вот своих сестер, которые приходят на группы, даже иногда после первого занятия, к концу занятия, как человек начинает светиться глаза, появляется надежда. Нельзя с Христом, быть с Христом и не радоваться. Вот почему-то такое вот, что мы все православные должны ходить грустные, глаза в пол, а на самом деле как можно узнать Христа и не радоваться. И вот как вот преобразиться настолько, чтобы все невзгоды, связанные с нашими близкими, с нашими какими-то жизнями, трудностями, чтобы мы понимали, что это все временное, и что это тоже нам дается как урок. И чтобы мы это преодолевали, доверяя Господу, веря в свои силы. Веряя в то, что мы не брошены, что просто нужно где-то потерпеть. Все мы испытываем вот такое вот чувство Божьей благодати, да? Сопричастности к Божьему Свету, да? Правильно. Может быть, у вас вот есть такие истории? Стоит опыт. Вот личный опыт. Или опыт того, когда вы видели, что человек вашими молитвами или молитвами ваших близких начинает менять свою жизнь. Может быть, еще не изменился до конца, но вы видите, что он хочет меняться. Я живу с мужем-алкоголиком. Живу с ним уже 11 лет. Значит, начало нашей жизни я была невоцерковленным человеком. Через, наверное, лет пять этой тяжелой и безрадостной, скажем так, жизни я поняла, что одной мне очень тяжело. И моя душа потянулась к Богу. Мы жили в Подмосковье, так вот, в поле судеб случилось, что храм у нас там был в Матушке Елисаветы. И вот эта вот мысль о том, что и она к этому имеет какую-то причастность, что я туда пришла, находясь уже в храме. Я очень хотела помощи. Очень искала ее у Бога. Но я сидела и плакала. Я сидела, плакала и говорила о том, что ну вот у меня такое горе, а вот ты мне, Господь, не помогаешь. Но потом случилось так, что у нас при храме откроется группа. Кроется группа. В России. В России, да. Сколько лет назад это было? Ну, это было лет пять назад точно. У нас там, в Подмосковье, есть такой отец Иоанн Клименко, который организовывает клубы семейной трезвости. И там есть курс лекций. Я узнала, что такое алкоголизм. Я узнала, что это болезнь, что это не распущенность моего мужа. И, ходя на группы, я понимала, что мне тоже надо сделать какой-то шаг. То есть не сидеть и плакать Богу, а идти к нему и вместе с ним что-то делать. Было очень много разных шагов. И, конечно, Господь меня не оставлял, видя мою решимость, что я не хочу оставлять своего больного мужа. Когда я узнала о его болезни, я поняла, что этому человеку нужна помощь. Идя за Богом, идя к Богу, идя с ним, Господь помог мой муж. Недолго, недолго, но он начинает немножко осознавать, что так жить нельзя, что алкоголизм это тоже проблема его, что он болен, что ему нужно над собой работать. Еще придя в группу, я из Подмосковья приехала сюда и меня искала. Я нашла группу при монастыре, чему очень довольна. И у нас здесь есть психолог, который помогает нам с собой разбираться. Я понимаю, что его проблема мною была поддержана какое-то время. То есть я давала ему возможность жить так, как он хотел. Но вот, учась тому, что я училась, скажем так, жесткой любви. Той любви, которая, наверное, помогла мне тоже. Помогла его как-то отодвинуть от себя, где-то увидеть себя, войти вглубь себя, искать какие-то свои сложности характера и заработать над собой. Простите, пожалуйста, а ваш муж слышит? Ну, то есть, ну, ваши просьбы к нему? Он стал прислушиваться к вам? Ну, еще очень сложно. Еще очень сложно. Знаете, когда человек столько лет в этой болезни, мне уже кажется, что он, как все, когда я ему говорю, что я уже научилась разделять его и его болезни. Какие-то его поступки раньше меня раздражали по-человечески. Я сейчас не понимаю, что он больной человек, и это им руководит сейчас болезнь. И когда я ему начинаю говорить про это, он говорит, что все больны. И вот я уже умею ему ответить так, чтобы у нас не произошла ссора никакая, чтобы и он не обиделся. И я ему какие-то дала мысли для рассуждения. Устроить диалог. Устроить диалог. Да, это важно. Если он не препятствует тому, что вы входите в храм, вы всегда... Знаете, конечно же, начало было очень сложно. Все было через какой-то подвиг, через какие-то тернии протиралась я. Но сейчас он относится к этому с пониманием, когда он у меня начинал спрашивать, зачем ты туда ходишь? Это секта? Тебя там учит чего-то плохого? Я ему говорила, что меня там учит любить тебя, любить тебя с твоей проблемой и с твоей болезнью. А он не видит, что у вас поминалось к нему отношение? Ну, то есть, что... Он видит, конечно, он видит, но он борется. Он еще в борьбе, он еще считает, что он как все, но не хочет до конца понимать всю сложность своей ситуации. Он пока не оценил этот шаг, который сделал для него. Он сделал прежде всего для себя, потому что в этом кошмаре нельзя долго жить, потому что человек тоже начинает ощущать. Но это постоянно боль, уныние, депрессия. Тоже нельзя в этом долго жить. даже та благодать, которая, когда человек приходит в церковь, она приходит, дает силу, радость, потом немножко шат входит, и тут как бы если ничего не меняется, то к нам приходят на дату группу верных, люди, которые уже давно в церкви, и при этом безнадежность этой борьбы они теряют веру. Во-первых, часто наша вера в Бога, она такая очень странная. То есть мы идем к Богу просить «Подашь, подашь», а Бога надо благодарить. То есть и вот это вот важно, потому что нельзя свое отношение с Богом сводить только к молитве о своем пьющем близком. Но самое интересное, что когда этот близкий становится трезвым, та женщина, которая о нем молилась, она не знает, что делать с трезвым мужем, потому что уже сложат все отношения с пьющим человеком. И тогда, то есть она даже не знает, что с Богом делать, как строить дальше отношения с ним. И тогда все опять сваливается на свои близости. Поэтому тут важно и меняться, и свое менять прежде всего отношение к Богу. И мои отношения с Богом не должны зависеть от того, пьет мой близкий или нет. Мои отношения с Богом это мои отношения с Богом. И тут тоже будет разговор, диалог и благодарность. Потому что вот этот толчок дается, толчок к изменению в себя, вот то, что мы опять возвращаемся к преображению. А близкий это его решение. Пить, не пить, наркомать, не наркомать, играть, не играть. А наше, то есть после того, как мы изменимся, захотим ли мы жить в этом кошмаре. То есть принять решение. Если мы не захотим, мы можем честно сказать, я не хочу больше жить в этом кошмаре. Ты хочешь, ты выбираешь, пожалуйста, ты свободен. Отпустить человека. Дружно, поддерживаем. Это болезнь, тоже наше будущее без полного года. То есть мы стали родными близкими людьми, потому что это пространство, то есть ничего с тобой не будет меняться, если ты не научишься открываться. И вот эта вот болезнь зависимости, ее еще отличительная черта, закрытость. То есть нам часто стыдно. Особенно, когда, допустим, дети, был такой успешный, хороший ребенок, и вдруг что-то с ним случилось, и родители узнают, что он принимает наркотики. И куда с той бедой идти? Никому не скажешь, потому что наше общество ослуждают. А это может и сейчас случается в школе. В школе принесут тебе и попробуй не попробуй. То есть ты тогда будешь белая ворона. Поэтому, когда у людей есть возможность куда-то прийти и рассказать, и даже поплакать, и к нам часто люди, когда приходят и первые занятия они плачут, потому что это единственное место, где можно как-то вот эту боль свою вылить. А потом уже становится легче, когда есть опыт тех, кто прошел, преодолел, то есть приобряются силы. Ну и вот, потому что, я говорю, это путь маленьких шагов. Чудеса случаются, но чудеса, даже если вдруг какой-то близкий друг скажет, что все, я завтра перестаю употреблять, это еще не значит, что это будет так. А я должен действительно перестал употреблять, это на день за дня его поддерживать, в эту яму не скидывать. Дочь у меня выздоровления уже четыре с половиной года. За это время она родила девочку здоровую, хорошую. Я на группы вхожу, и дело в том, что если я пропускаю группы, она за мной и снизит, она чувствует мое настроение, она чувствует меня и сушит, и она говорит, мама, ты давно на группу была. Я, Даша Агустина, я тебя прошу, иди на группу. Наверное, я так понимаю, что срыв у них, это первый срыв у нас, если мы не будем на группу. И если я уже продолжаю возвращаться к тому, что было раньше, я, ну, как-то отстремяюсь, не забываю. Ну, а ребенок всегда остается наркозависимым, просто он в ремиссии. Поэтому Дистина на себя соответствующим образом, всегда. Ну, и со мной следят. Там выздоровевающая дочка, она, как бы, да, и она помогает другим, и очень многим ребятам, и мужа, как бы, вытащила, тоже. Делится опытом, да? Да, и они все, все делятся. Те, кто прошел и выбрался из этого кошмара, они очень, очень помогают другим. Ну, это я преобразилась тоже, потому что сын настоял, потому что я нашла в эту руку. Вот. Ну, он сам захотел выздоравливать, и если бы я была такой унылой, такой, в общем-то, все еще идула назад, или своей не какие-нибудь, созависиваясь, приставала тут к нему, то ему быть тяжело было просто со мной общаться. Вот. Приходя в эту группу, я научусь вмешиваться в его жизнь, отдать как бы его Господу. сама учусь тоже принимать себя такой, какая я есть, любить себя и учиться, наверное, потому что наши дети это просто подарок нам свыше, что мы, в общем-то, все, что могли сделать, мы уже сделали, и мы должны отойти в сторону. Если говорить о теме преображения, у меня было все совсем по-другому. в начале того, как я вышла замуж и родила детей, у меня была очень-очень тяжелая жизнь, и Господь меня все время нес на руках, только я этого не понимала. Он все время посылал мне людей, которые мне рассказывали и учили о вели. Я вникала, училась, но я не понимала, что это такое. То есть тогдашнее 25-30-летнее мышление молодой девушки было таково. Но если надо молиться, я буду молиться. Помолилась, все, на этом все закончилось. Там закончилась какая-то проблема, и все, и точка, что дальше молиться. То есть понимание, что такое вера и суть ее, и что такое Господь, и в чем Он преображает нас самих, этого, конечно, не было. Теперь я понимаю, что Господь меня на дорогу ставил, а я вот как-то все в разные стороны бросалась, кидалась куда-то, и не было этого такого настоящего понимания. Ну, и поэтому те испытания, которые выпадали, они, как у большинства людей, происходили с вопросом, за что это. А тогда, когда все произошло уже с сыном, и так это все очень до такой степени болезненно, трудно, тяжело и страшно, что просто уже пришел край, тогда, да, тогда пришла та самая помощь, которая, тогда уже возобил, когда ты уже, когда я уже возобила, к Богу, вот тогда он, так это очень быстро, прямо на следующий день послал ситуацию и людей, в том числе и нашу Татьяну, которые, вот, пришли в нужный момент, нужное место, вот так все сложились. Раньше бы я сказала, звезды, теперь я прекрасно понимаю, что, когда я уже не выгла, а попила, Господь сказал, ну, понятно, дальше она уже сама не справится, и поэтому он уже все сложил все тропинки таким образом, что они сошлись в одной точке, причем не самой приятной. Мой сын пытался выздоравливать в силу того, что как бы внутри там, в самом-самом внутре своем он действительно очень хороший человек и просто замечательный человек, он пытался, сам проходил несколько, я даже уже не помню, сколько, я не хочу считать, я не хочу этого держать уже в голове, много реабилитационных центров, после которых он срывался, и только после того, как я пришла на эту группу, после того, как я стала работать над собою и не мешать своему сыну выздоравливать, вот только тогда пошел тот результат, которого Господь от меня ждал, и той работы, которую Господь от меня ждал, поэтому, и на сегодняшний день, хотя прошло уже три года, просто пришло понимание, и не то, что принятие, а твердая уверенность в том, что, ну, сам человек ничто, я про саму себя не про то, конкретно про саму себя, и поэтому на сегодняшний день, ну, можно там думать, что там, чего-то там все хорошо, замечательно, но понимаешь прекрасно свою вот эту такую песчинку в море, как это правильно сказать, не только грешность, а вот мельчайность свою, о том, что ты, в общем-то, никто и ничто, и если рядом Бога нет, то и ничего в твоей жизни нет, поэтому без группы не получается ничего. на сегодняшний день понимание уже вот этой значимости группы такова, что уже нет каких-то думок нужно, это не нужно, надо, не надо, пойду, хочу или еще что-то. Есть другой момент чисто такой практически жизненный, есть работы, есть там какие-то обязанности, есть какие-то члены семьи и так далее, и так далее, когда нет возможности приходить, допустим, на каждую группу, тем не менее, как только эта возможность есть, группа это необходимость, это та часть жизни, которая уже является жизненной необходимостью больше, чем он. Это то, что касается группы, то, что касается сына, на сегодняшний день я таким образом стараюсь не вмешиваться в его жизнь, что я даже не знаю, например, где он работает, потому что ему так спокойнее, ему так комфортнее, потому как есть какая-то такая нежесткая или еще какая-то граница между мною и им, а просто потому, что для его собственного спокойствия у нас был такой разговор, и он попросил меня, вот мне пока тоже какие-то свои шаги он проходит, и ему так более комфортно и спокойнее, поэтому вот в этом своем, в этой своей учебе пускать детей, так как это должно было быть, прилепиться муж к жене своей, а дети пойдут, да, то вот, значит, вот эта его дорога, она идет так, как его ведет Бог, а меня там уже нету, а я есть только где-то рядом, мое дело это молиться каждый день, мое дело это жить по чести и совести, и самое главное не врать самой себе, а все остальное, самое важное, что я узнала на этих группах, и что дало силы мне и моему сыну, моей дочери, всем моим родным, еще не до конца, но тем не менее, все равно я верю, что так все произойдет, это разница в понимании вера в Бога и вера в Богу, это было самое вы можете нам пояснить пожалуйста, пояснить что? Разница? Понятия, да, для меня это было не в словах, вот у нас были занятия, когда проводил с нами, с нашей группой, нашу группу округляет отец Димитрий, и раз в месяц он проводил с нами встречи и занятия, и рассказывал и о Евангелии, и о поведении в церквах, и о значимости каких-то служб и так далее, и так далее, и так далее. И однажды, когда он рассказывал, отвечал на вопросы, он как бы один раз об этом сказал, что значит нужно понимать разницу между верой в Бога и верой в Богу, когда вы доверяете Богу свою жизнь, но вы ее доверяете, этому сначала нужно научиться. Так вот научиться это оказалось самое трудное. Хорошо, когда есть кому позвонить или написать, или просто прийти тут и два часа занимать времени, когда каждому выдается пять минут, то вот лично у меня первый, наверное, год, а может быть и даже два, достаточно часто бывало так, когда я отнимала время у всех присутствующих на определенном занятии для того, чтобы выговорить весь комплекс своих проблем, более всего остального, но тем не менее без этого ничего не получилось, не получилось бы, не устроилась бы вера Богу, потому что это оказалось самым важным. На сегодняшний день это уже та самая, вот тот самый, даже уже не начальный, я думаю, что там уже несколько шагов я уже сделала, наша группа называется «Путь ко Христу», вот этот путь я его уже нашла и у меня уже твердая почва под лагами, и то, что я иду ко Христу это мой путь и это моя вера в Бога, а то, как я живу, это мой путь, но это моя вера в Богу. Еще вот у нас есть еще какое-то значимое для наших выучалей, это по всему лагности. Вот вам помогли ваши знания или вера, или в Купе все? Вот про вашу. Я думаю, что в Купе точно знаю, что то, как меняются люди в этой группе, они меняются точно не только благодаря психологии и правде, а они меняются благодаря вере. То есть это основной стойк внутренний, благодаря которому те изменения, которые я как профессионал с точки зрения психологии привношу, они могут случаться так быстро и так качественно. я думаю, что мой путь и мое присутствие в этой группе это мой путь до сих пор к Богу. Здесь есть люди, которые пришли к Богу и к вере. Я этому здесь учусь у этих людей. Но вот если брать комплекс, то, конечно же, наверное, в основе веры такой стержень внутренний, а потом уже ну психология это будет такое земное как средство. На мой взгляд, для чего группа нужна вам, для чего мы нужны группы? Ну для чего я нужна группе, как я себе объясняю, я точно здесь делюсь своим профессиональным опытом и своими знаниями. Для чего группа нужна мне? Группа напитывает меня любовью, признанием, верой. Четыре года я была в сестеричестве. Ну и мои сёстры, я же ходила в группу и вот старые мои сёстры я приходила, они на кафесте и я так говорю, надо нам как-то сожрать все эти дница своим опытом. И вот попросили у вас Андрея благословения, он нам дал такое благословение. И вот мы стали собираться, в первое время даже у нас такие были больше беседы катоктизаторские и как-то пошла помощь от монастыря и на сайте появилась наша группа, очень много пришло людей и стало все очень быстро у людей меняться. Было у нас как-то, ну наверное, особенно когда вот Настя с Пашей пришли, то есть тут уже пошла вообще такая профессиональная очень, потому что первые полгода мы больше старых застала. работали. А потом когда видишь, как люди меняются и глаза, то есть это дорогого стоит. А сейчас когда мы уже родные люди и можем сюда прийти и рассказать и открыть душу и послушать и вообще хотя бы пообниматься, это тоже дорогого стоит. ну и еще мы стали меняться акцент немножко раньше у нас на близких а сейчас мы конечно больше на себе то есть на себе мы учимся чувствовать себя от чего человек теряет радость от того что он не понимает чего он хочет а хочет он радости а вот то что нас воспитывают с детства надо 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 и мы все время как эта лошадка которая надо 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 от чего ты хочешь и вот тоже вот из покого на человека надо вытащить чтобы он начал ощущать мир начинал видеть его его красоту оторваться от болезней поэтому я говорю иногда вот когда вы приходите сюда вот тот чемодан на котором написано тяжелый чемодан либо сильный одному человеку тащить наркотики алфаволь игры его нужно поставить хотя бы для того чтобы поднять глаза к небу то есть вот здесь мы учим отрываться от болезни и черпать силы через общение через ну через радость общения друг с другом с Богом через ту радость восстанавливать себя преображаться вернулись преображаться преображаться и вот когда появляется эта радость тогда появляется много слова слава Богу за все а пока этого не будет и будет преображен.